Привет! Меня зовут Настя Юдзу и на этом канале я делюсь необычными веганскими рецептами. Сегодня расскажу, как приготовить легкое праздничное и эффектное блюдо – елочку из слоеного теста. Готовится оно очень просто и быстро, и идеально подходит для новогоднего стола. Для этого рецепта я использую один длинный лист готового слоеного теста и разрезаю его пополам. Также можно взять тесто в виде двух отдельных квадратов. Кладем получившиеся листы друг на друга и вырезаем форму елочки. Сначала я намечаю линии срезов, чтобы было ровно и аккуратно, а затем прорезаю ножом. Из остатков теста вырезаем снежинку или звездочку, у меня вот была формочка снежинки. Теперь убираем один лист и добавляем начинку. Я использую темный шоколад. Растопить его можно в микроволновке, помешивая каждые 20 секунд или на водяной ванне. Равномерно распределяем шоколад по тесту, а потом посыпаем любыми орехами. Я использовала фундук. Орехи можно и не использовать. И вообще начинкой для елочки может быть что угодно. Ее можно сделать как сладкой, так и соленой. Например, в качестве соленой начинки можно использовать песто, хумус или веганский сыр. Накрываем второй частью теста и делаем веточки. Сначала делаем надрезы по бокам, уменьшая их кверху. Кстати, если вы хотите познакомиться со мной и моим творчеством поближе, переходите ко мне в инстаграм. Там новые рецепты появляются раньше. А потом сворачиваем в завитки. Готовую елочку перекладываем на противень. У меня здесь не хватило бумаги для выпечки, поэтому я подложила кусочек сверху. Наверх кладем снежинку. Из оставшихся треугольничков теста, кстати, можно сделать такие мини-круассаны. Для смазывания выпечки вместо яйца я использую мой любимый вариант. Жидкий подсластитель. Подойдет, например, сироп топинамбуро или агавы. И немного растительного молока. Это даст елочке золотистый цвет. И выпекаем 15-20 минут в духовке при 180 градусах до золотистости. При подаче елочку можно посыпать сахарной пудрой. И вот какая аппетитная хрустящая елочка получается. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и подписаться. Это очень помогает развитию канала. Спасибо за просмотр. Отдельное спасибо хочу сказать моим патронам, благодаря которым видео выходят чаще. Если у вас есть возможность, вы тоже можете поддерживать меня на патреоне, где я делюсь бонусными рецептами. И удачных вам кулинарных экспериментов. До встречи в следующем видео.